Всем предгеймскомовый и грозорский привет! Уже на следующей неделе в Грозоре будет море крутых анонсов и громких новостей. А в этот раз не будет. Не считая финала истории с Гейстейшн и анонса ещё одной Assassin's Creed. А ещё, как мы и обещали в конце выпуска, вас ждёт подборка самых красивых скриншотов из The Last of Us Remastered, которые вы постили в Твиттер. На стриме неделю назад мы... Макс, точнее, перепутал хэштеги, но ничего страшного. Я посмотрел как SG The Last of Us, так и SG Last of Us. Да это ты меня запутал своими дебильными правилами и неведомыми твиттерами. Я слишком стар для этого дерьма. Короче, хватит всем тут пудрить мозги, у нас впереди выходные, которые надо весело провести. Так что рекомендую всем нас смотрящим заправиться кастрюлькой пельменей и кружечкой чая. Или наоборот, или даже чем-нибудь импортным, пока ещё есть такая возможность. Сожрите бургеры и запейте ковой. Ага, назло Путину. И станете толстыми, как Костя. Короче, наше вступление, как всегда, неоправданно затянулось. Сегодня с вами ваши лучшие друзья Максим Кулаков и Константин Тростенёк. Не забудьте поставить лайк и поехали. В начале года ходили слухи, что одной Assassin's Creed мы сыты не будем, поэтому Ubisoft непременно подготовит и вторую. Позже случился преждевременный анонс Next Gen Unity, о которой вы уже знаете. А кроме того, птичка на хвосте принесла название Assassin's Creed Comet и чирикнула, что на него будет откликаться игра для Xbox 360 и PlayStation 3. Да и для мобилок наверняка чё-нибудь слабают попозже. Все должны остаться довольными. Короче, как выяснилось, второй ассасинский боевичок таки существует. Экранку трейлера традиционно слили в сеть заблаговременно, после чего последовал официальный анонс. Проект носит название Rock, а не Comet, и посвящен приключениям очередного перебежчика, бывшего хашишина, решившего, что с темплиерами ему будет веселее. Неудивительно, что в итоге Орден пришёл в упадок. Короче говоря, 11 ноября на Xbox 360 и PlayStation 3 выйдет Assassin's Creed Rock. Впрочем, зная Юби, совсем не удивлюсь, если через пару месяцев Assassin's Creed Rock HD появится на Xbox One, PlayStation 4 и PC, потому что типа фанаты очень-очень просили, да. Главный герой — Шей Патрик Кормак, который раньше был ассасином, но потом Орден его предал, и он очень сильно обиделся. Настолько, что решил охотиться на своих бывших товарищей и коллег. Истинный Энакин Скайуокер. Впрочем, понять его можно, потому что Братство не просто его кинуло, но и хотело замочить. Кто бы мог подумать, что убийцы тоже предают. Все эти перипетии только закалили Шея, потому что теперь у него умение ассасина и арсенал темплиеров. Короче, он очень крутой. Собой он предпочитает носить особое духовое ружьё и гранаты. Кроме того, у него прокаченное орлиное зрение, позволяющее с лёгкостью обнаруживать врагов, спрятавшихся в толпе, на крышах и в тени. Главным средством передвижения господина Кормака станет корабль «Морриган», на котором он сможет бороздить просторы всего восточного побережья Северной Америки, от Алабамы до Квебека. На суше же его ждёт обновлённый Нью-Йорк и прочие интересные места. Плавая по морям и океанам, Шея окажется даже на промёрзшем севере, где льды сковывают воду. «Морриган» сможет ходить и по таким местам, но встреча с айсбергом иной раз поставит точку в истории ассасина-предателя. Морские сражения, само собой, станут неотъемлемой частью рок, и они, как уверяют разработчики, подверглись серьёзным изменениям. Каким именно, пока неизвестно, но на корабле Кормака можно будет отыскать ружье пакла и горящее масло. Подводные миссии не планируются, что и понятно. Нырять в ледяную воду — так себе затея, если хочешь потомства. А потомство явно есть, если уж Анимус даёт возможность заглянуть в душу этого персонажа. «Юбисофт София». Именно она стоит у руля разработки, но помогают ей офисы Монреаль, Квебек, Сингапур, Бухарест, Ченду и Милана. Своей игрой планируют завершить историю Кенуэев и почистить сюжетные хвосты. Действие рок развернётся во времена Семилетней войны середины XVIII века и в том числе подведёт историю к Assassin's Creed Unity. Приглашёнными звёздами станут Хейтем Кенуэй, боевой негр Адевалия и не менее негр Ахиллес. Умрут небось! Как и подобает неграм в играх. Рок явно создаётся с некоторой экономией, потому что ни соревновательного, ни кооперативного мультиплеера не будет. За этим идите в Unity. Пока неизвестно, сколько урок будет коллекционных изданий, которые так любит Ubisoft, но одно уже анонсировано. За 55 фунтов стерлингов вам дадут саму игру, коллекционный бокс, альбом с картинками, саундтрек, три литографии в стильном конверте и две миссии The Siege of Fort и The Armor of the Sear Guns Quest. А если весь этот хлам вы ещё и предзакажете, то дополнительно получите ещё три сраных DLC. Commander Pack, Officer Pack и Templer Pack. Ах, Assassin's Creed Rock поступит в продажу 11 ноября в версиях для Xbox 360 и PlayStation 3, а 27 октября на PC, Xbox One и PlayStation 4 выйдет Assassin's Creed Unity. Занятная история приключилась на этой неделе с Codemasters. Несколько дней назад в Steam появилась игра по назвалям Colin McRae Rally с крайне мутным описанием, из которого многие, в том числе и я, сделали вполне логичный вывод, мол, видимо, как это сейчас модно, издатель решил перевыпустить свою гоночную классику в Steam, как минимум подружив её с современными операционными системами и разрешениями и подтянув текстурочки. Где качать? Да погоди, пока нигде. Самые глазастые мигом признали в Colin McRae Rally отнюдь не культовую классику, а порт позапрошлогодней мобильной гонки. Раздосадованные покупатели, которых натурально ввели в заблуждение, подняли волну негодования, и Codemasters пришлось ответить. Суховато извинившись за недопонимание, компания согласилась до 17 августа возвращать деньги за покупку всем, кто захочет вернуть Colin McRae Rally обратно в Steam. При этом сотрудник Codemasters старательно избегает вопросов о том, почему в описании на страничке в интернет-магазине изначально отсутствовало четкое указание на то, что перед нами порт мобильной гонялки. Ждем судебных исков. Кстати, о судебных исках. Несколько дней назад парень по имени Дуглас Лейдер подал иск против Sony в окружной суд Калифорнии, обвинив компанию в маркетинговом обмане. Кстати, дружев Фулгрим в комментариях на stopgame.ru подсказывает, что товарищ Лейдер уже не впервые пытается обогатиться подобным образом. Ранее он судился с Акс из-за того, что, вопреки рекламе, при использовании дезодоранта красотки не раздвигают перед ним свои ножки. Так это не работает. А я думал бы... Короче, 5 миллионов старина Дуглас хочет получить от Sony. Эта скромная сумма сумеет компенсировать полученный им моральный ущерб. А суть-то в чем? А, точно, суть. Она заключается в том, что Sony обещала Killzone Shadow Fall строго в нативном 1080p, но в итоге мультиплеер вышел мыльноватым. И вот он обман. Разработчики сообщили, что никакого подвоха нет, просто в сетевом режиме используется особый алгоритм обработки изображения. Временное перепроецирование, то есть картинка получается путем совмещения двух кадров разрешения 960 на 1080, а мыльцо лишь последствия модной технологии. Раз уж мы тут о Sony, то вспомним прошлонедельную новость о Gay Station, специальной версии PlayStation 4, которую магазин webholland.com разукрасил в радужные ЛГБТ цвета и выставил на аукцион. Мечта, а не лот. Тем более, что вырученные бабки ритейлер пообещал отдать организации по защите прав лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов и трансвеститов. Здравое решение. Не больным же раком детям помогать в конце концов. Вот-вот. Так решили многие и за ЛГБТ-комплекс с четырьмя играми в придачу развернулась борьба победителем, из которой вышел анонимный счастливчик, не пожалевший 4118 долларов. Теперь вместо стильной черной PlayStation 4 за 400 баксов полку его гостиной будет украшать радушное уродство за десятикратную стоимость. Наверное, из этого можно вынести какой-то мудрый урок, а какой именно, пишите в комментариях. Будем мудрствовать совместно. Как вы помните, главным эксклюзивом Xbox One во время запуска консоли стал псевдоисторический эпик Rise Son of Rome. Так вот, со вчерашнего дня эксклюзив перестал быть эксклюзивом, потому что переживающая не самые легкие времена Crytek объявила о выпуске Rise на PC. Вот так дела. А еще и Dead Rising на компьютерах выходит. Crytek уверенно заявляет, что Rise на долгие годы установит недосягаемую планку качества графона на PC и покажет всю мощь фирменного движка CryEngine. Причем Son of Rome будет поддерживать E4K. Интересно, какой компьютер понадобится, чтобы вся эта ослепительная красота засияла? Узнаем в ноябре. Цифровую версию Rise Son of Rome Crytek будет издавать сама, а диски попробует продать Deep Silver. Стоит отметить, что пресса встретила игру прохладно, да и владельцев Xbox One не очень-то она возбудила, так что PC-версии GTA 5 не очень понятно, кому будет дело до приключений древнеримского рубаки. Вместе с игрой в комплекте будут и все выпущенные дополнения Колесей Пак, Mars Chosen Pack, Duel of Fates Pack и Mori Tui Pack. Кроме того, покупатели получат мгновенный доступ к мультиплеерной карте Ruins и мечу Legionnaire Strast. Изначально это барахло было частью специального издания Xbox-версии. Меж тем, аж два филиала интернет-магазина Amazon, который славится своей любовью к рассекречиванию игр до их официального анонса, разместили на своих страничках информацию о том, что уже вот-вот начнутся предварительные продажи PC-версии Halo The Master Chief Collection, сборника, который включает в себя переработанные Halo, Halo 2, Halo 3 и Halo 4. Никаких официальных анонсов не было, но Halo 3 уже как-то всплывала в базе данных Steam. Так что ждем Gamescom. Наверняка именно там Microsoft во всем и сознается. Блин, хреново, что в сборнике нет Рич. Это единственная Halo, в которую я бы хотел поиграть. Не ной, радуйся тому, что дадут. Ну, если дадут. Компания Take-Two подвела итоги первого квартала текущего финансового года и озвучила несколько интересных чисел. Разумеется, триумфатором отчета стала GTA V. Магазины отгрузили аж 34 миллиона копий этой восхитительной игры, правда, неизвестно, сколько в итоге продали, но едва ли намного меньше. Таким образом, новый блокбастер Rockstar показал не только самый успешный старт в истории индустрии развлечений, но и почти взгромоздился на пьедестал самых продаваемых игр. А кто же на первом месте? На первом месте бескомпромиссный шедевр и игра на века. Mario Kart Wii с ее чудовищными 35 миллионами проданных дисков. Достойный чемпион. И это только на Wii. Однако у GTA V есть все шансы рекорд перебить. Уже осенью она доберется до Xbox One, PlayStation 4 и, разумеется, PC. Также в отчете были отмечены следующие игры. NBA 2K14 отгрузили за все время 7 миллионов копий, Borderlands 2 10 миллионов, Civilization 5, что мне особенно отрадно, 6 миллионов, и 7 миллионов Bioshock Infinite. Печальной частью отчета стала новость о том, что многообещающий многопользовательский боевик Evolve, как и многие другие ожидаемые блокбастеры, переехал на 2015 год и выйдет теперь 11 февраля. Разработчики из Turtle Rock рассказывают о том, что хотят довести свой проект до идеальных кондиций, но нам причина переноса видится в другом, в Destiny. Выпустившая на минувшей неделе на PlayStation 4 обновленную версию The Last of Us студия Naughty Dog, увы, продолжает терять ключевых и не очень сотрудников. Но в первую очередь все же ключевых. В этот раз студию покинули Джейкоб Минков, главный дизайнер The Last of Us и Uncharted 3 Drake's Deception, а также режиссер кат-сцена Uncharted 3 и монтажер Uncharted 2 Among Dives Тейлор Курасаки. Серьезные ребята, ушли небось по своим инди-студиям, как это сейчас модно? Как бы не так, оба присоединились к Infinity War и, судя по всему, будут делать бесконечные Call of Duty. Но... А вот так же. Тем временем, жизнь не стоит на месте, и Naughty Dog продолжает разработку Uncharted 4 A Thief's End, которую теперь возглавляют руководители The Last of Us Брюс Стейрли и Нил Дракман. После просмотра мрачноватого тизера финальной главы в истории Нейтана Дрейка, многим показалось, что у игры намечается какой-то уж больно серьезный тон, навеянный приключениями Джоэла и Элли. Однако Эван Уэллс, президент студии, уверил, что ничего подобного. У Uncharted есть свои характерные особенности, присущие серии легкость и фирменное чувство юмора. Все это никуда не денется, и тон The Last of Us ни в коем случае не определяет характер всех будущих проектов Naughty Dog. Square Enix решила, что переиздавать игры на консолях нового поколения это круто, поэтому анонсировала Sleeping Dogs Definitive Edition. Выйдет это дело на Xbox One и PlayStation 4 14 октября этого года. И чем же будут завлекать некстгенную публику в преддверии релиза GTA V? Пока не очень понятно, но, видимо, поддержкой Full HD и ворохом DLC общей стоимостью типа 85 баксов, хотя там почти все тот еще мусор. Обойдется переиздание в полновесные 60 баксов, а за предзаказ в магазине Amazon счастливым покупателям отвалят красочный артбук. Пока Кен Левин закрывал Irrational Games и собирал себе маленькую команду мечты для создания новых проектов, 2K Games не теряла времени даром и корпела над новой Bioshock. Ого, смело. Ну ладно, не совсем новый. Китайское подразделение издательства, что уже говорит о многом, готовит iOS версию оригинальной Bioshock. Боже, как в этом можно будет играть? Либо с помощью специального блютуз-геймпада, либо тачпадом. Судя по скриншотам, в процессе портирования игра была сильно изуродована. Восторг лишился тумана, динамических теней, сглаживания. Короче, мрак полный. Мобильная Bioshock выйдет неизвестно когда и будет стоить неизвестно сколько. Поддерживаемые устройства iPad Air, iPad 4, iPad mini 2, iPhone 5s, iPhone 5c и iPhone 5. Capcom анонсировала ремейк оригинальной Resident Evil. То, что было некогда издано на GameCube в облагороженном виде в начале следующего года доберется до Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 и PC. Странно, что в списке платформ нет айфонов. Всему свое время. Игра получит поддержку широкоформатных мониторов и разрешение 1080p, хотя ее можно будет запустить и в каноничном 4х3. Звук потянут до 5.1 и сделают удобное управление, хотя никто не помешает переключиться на классическую раскладку. Вот и славно. А мы переходим к новостям одной строкой. Перспективный космический симулятор No Man's Sky совершенно точно выйдет на PC, но премьера случится на PlayStation 4. Кейси Хадсон, возглавлявший разработку всех трех Mass Effect, покинул BioWare. Wasteland 2 выйдет не в августе, как планировалось, а в сентябре. С новинками у нас опять туго. Из более-менее заметных и значимых вышел разве что Diabloid Sacred 3, с которым, в принципе, все было понятно с момента анонса, но Максим сделал вид, что поиграл и сейчас расскажет, почему вам не следует покупать Sacred 3. Да, я очень много времени потратил на изучение Sacred 3. Примерно столько же, сколько и на прохождение предыдущих частей серии. И могу авторитетно заявить, что лучше Diablo, только Diablo. Titan Quest лучше Diablo. А в Titan Quest я наиграл столько же, сколько же во все три Sacred, так что может быть. Короче, важно отметить, что разработкой Трикэла занималась уже не Аскарон, а какие-то рабы Дипсильвер, выкупившие права когда-то там. Финал немного предсказуем. Sacred 3 легко усыпит даже страдающего от бессонницы кофеинового наркомана на спидах. Здесь нет даже толковой РПГ-системы, да и в целом Sacred 3 до среднестатистического клона Diablo, как Call of Duty до Battlefield. Это было опасно. Живу ярко. Интерфейс у Sacred 3 совершенно не дружелюбный, а и без того не шибко привлекательный кооперативный режим омрачен морем багов. Никогда не угадаешь, удастся ли приконнектиться к другу. Саше вон с Васей пришлось менять регионы закачки в Steam, чтобы Sacred позволило им поиграть вместе. Короче, мрак полный. Сам же геймплей совершенно заурядный геноцид однотипных монстров, сопряженный с вялым забегом по кишкообразным локациям. Удовольствие от прохождения Мол, чтобы открыть дверь, дерни за единственный рычаг. И перетерпи волну другой упыри. В общем, не рекомендуем. Никому не интересные подробности ждите в видео и текстовой рецензиях на StopGame.ru Ну ладно, Максим достаточно потужился в попытках сделать вид, что он играл. Будем потихоньку задергивать занавес и вручать косарь, который у нас сегодня снова индустриальный и познавательный. Мы решили пополнить кошелек любознательного товарища с неведомым ником Ксанидзин, который выкатил на всеобщее обозрение всесторонний анализ и сравнение двух весьма популярных игровых инструментариев Unity и GameMaker Studio. Подробно и обстоятельно он сравнил удобство интерфейса, гибкость скриптов, возможности графики и физики, ну и так далее. Все как полагается. Так что всем, кто так или иначе заинтересован попробовать себя в разработке, к ознакомлению крайне рекомендуется. Ну и поздравляем. Косарь это, конечно, хорошо, но и про именины забывать не надо. Сегодня у нас пятница, 8 августа, 220 день 2014 года. В связи с этим празднуют Апион, Геронтий, Ермил, Ермократ, Моисей и Иерусалема, Параскева и моя фаворитка Ариазила. И да, это реально православное имя. До младенцев по имени Евромайдан далеко, конечно, но тоже круто. Кстати, о, сегодня, кроме прочего, день войск связи Украины, с чем мы и поздравляем наших неспокойных соседей от всех душ. Ну и на закуску сегодня еще и день рождения шикарного актера Дастина Хоффмана, который многим знаком по фильму «Человек дождя» и держит в коллекции аж целых два Оскара. Ну а теперь мы позволим себе оставить вас спокойно неделю, только не забывайте почаще врываться на главную stopgame.ru в поисках свежака, а также посещать наши стримы, один из которых тоже сегодня. В 23 часа по Москве мы без лишних рассуждений и политических срачей устроим заруб в Counter-Strike Global Offensive на летнем пятничном расслабоне. Ну вот и все. Теперь мы с вами прощаемся, но после титров вас снова ждет внезапная и весьма актуальная промка, а также обещанное слайд-шоу с вашими скриншотами из The Last of Us Remastered. С вами были Максим Кулаков и Константин Тростенюк. До встречи на страницах Stop Game. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. Максим, я не пойму, почему после принятия закона вы все еще материтесь в своих прямых эфирах? на Наре захотел, что ли? Вот блядь. Это еще плюс пять лет сверху. Блядь. Уже десятка. Ясно. Ясно. Как насчет скороговорки? Ебу я по выебанам. Ну что с тобой такое, а? Извуебан. Не вуебу, блядь. Ты материнка. Ты материнник-рецидивист. Да, это так. Я ничего не могу с собой поделать. Тяжелый случай. Пойду я, пожалуй. Нахуй. Ты на президента Америки похож. Ты в курсе? Правда? Да, потому что я на хуйку вертел твои законы и их соблюдение.